Чувствую, долго будете вы ждать мой влог про Германию, так как у меня нету компьютера, я просто-напросто не смогу смонтировать это видео. Поэтому ловите вторую, ну как вторую часть, просто второе видео. Хотела поговорить про пенсионеров. Ну, меня действительно эта тема волнует, у меня как бы есть бабушка, дедушка. Ну, мы насколько можем и всегда помогаем с родителями, ну, вопрос не в этом. Насколько разнятся европейские пенсионеры и пенсионеры СНГ? Ну, скажу так, в Украине пройти, наверное, 90% пенсионеров, ну, на них страшно смотреть. Они идут плохо одетые, холодно одетые, им в магазине нечего абсолютно купить, ну, у них просто не хватает денег, все, ходит просто найти лекарства на коммуналку неадекватную и все остальное. И вообще так жалко смотреть, когда бабушка заходит в магазин и покупает себе такие два ломтика тоненькие сыра на бутерброд, потому что больше она не может себе позволить, там, например, две картошины, одну луковицу. Ну, то есть, ну, жалко смотреть. И насколько разнятся пенсионеры тут? В Польше, например, я заходила, когда в шоколадницу зашла себе, сидят пенсионерчики таким коллективчиком, человек пять дегустируют шоколад, там, розы, белый, коричневый, ну, неважно. Я была в Чибо в субботу утром, ко мне подошел такой дедушка лет, ну, 65-70, я не знаю, ну, опрятно хорошо одетый, попросил меня убрать сумку, чтобы могла сесть его жена. И я вот гуляла в субботу утром по Реккенхаузену и поняла, что две трети гуляют. Это пенсионеры, они себе гуляют, радуются жизни, себе что-то смотрят, все кофейни заняты, они себе общаются, радуются. У нас, посмотришь на эту историю, ну, у нас молодежь еще как-то тусуется, ходит, средние, ну, скажем так, взрослые, уже не очень, наверное, кто за 30, потому что, у кого появляются дети, все финансы уходят в основном сразу туда, и не до тусовок, скажем так. А про пенсионеров я вообще молчу. Как-то так мне стало обидно. Я задумалась над нашей, скажем так, старостью, и не хочется быть ни с одной, ни со второй стороны. Ну, как бы, конечно, хочется по статусу быть приближенным к европейцам, но по факту они хорошо одеты, хорошо, то есть себя, ну, в принципе, чувствуют, насколько они это знают, насколько можно себя чувствовать хорошо, одеты хорошо, но внешний вид у них не самый лучший. И то, что я знаю, у меня тут родственники просто живут в Германии. Ну, человек, неважно, какая медицина, это Германия, Франция, Украина, ну, человек умирает из-за своего здоровья просто-напросто. И даже если бы там говорили, немецкие врачи спасут, да нифига. Если ты запустил свой организм окончательно, никакие тебя ни французские, ни американские не спасут. И поэтому, конечно, хотелось бы, если по финансовому обеспечению, там, государству или кому-то еще быть ближе к европейцам, но в плане здоровья, конечно, не хочется быть ни на одной, ни на второй стороне. Поэтому нужно питаться правильно, чтобы в 60 лет себе бегать бодрячком, я не знаю, купаться, плавать и все остальное, и выглядеть моложе намного, и чувствовать себя на порядок лучше. Это, конечно, бомба. Надо об этом чаще задумываться, и когда ты вот не знаешь, ну, правильное питание, смысл мне правильно питаться, вот я не хочу, это скучно или еще что-то, ты просто не видишь, ну, своей, наверное, конечной, ну, не конечной точки, то есть к чему тебя это приведет. Если вот задуматься действительно, в 60 лет ты хочешь быть таким развалиной, неважно, есть у тебя деньги или нет, в какой-то стране живешь, ты можешь точно так же окочуриться, или ты можешь себе спокойно бегать, танцевать, путешествовать и все остальное. По-моему, это хороший стимул, чтобы перейти на правильное питание. Вы так считаете? Если да, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и подписывайтесь на мой канал, буду стараться выкладывать что-то интересненькое. Ставьте лайки, мне будет приятно, буду знать, что вы меня поддерживаете. Все-таки, как-никак, я новичок в этом деле, буду стараться. Удачи!